Молдаване приехали за день до игры и были замечены на привозе. Встретил я вот того Чбура, который был уже, он смотрел, как Черноморец играет, и сказал, мы уже знаем, мы у них должны выиграть. Мы не боимся Черномореца? Я ему сказал, пошел ты в Красную армию. Один из новичков дачи, украинец Юрий Шевель, ранее выступал за ФК Одесса. К Черноморцу относятся с уважением. В составе моряков отмечают Лео Дематоса. Команда с именем и с большой историей, но в последнее время, я думаю, лишь благодаря тренеру. Григорьчук, в принципе, создал очень приличный коллектив, добротную команду. И, в принципе, я считаю, в Украине они заслуженно занимают то место, на котором они закончили прошлый чемпионат, когда дошли до финала Кубка и завоевали право играть в Еврокубку. Если молдавские футболисты предпочли провести предматчевую тренировку на стадионе, то Черноморец тренировался на своей базе в Савиньоне. В общей группе, наконец, тренировались все футболисты. Вернулись и Матаса, Сантана и Слинкин. Подключился новичок приемов. На предматчевой пресс-конференции Григорьчук отметил игровые стороны соперника. Я видел соперников в последней игре, когда они играли с албанским клубом. И у меня сложилось впечатление, что эта команда может играть на порядок сильнее. Перед матчем вокруг стадиона отличная атмосфера. Это Гена. Это Гена. Кто такой Гена? Болельщик черноморца. А Чебурашка – это я. Три автобуса с болельщиками гостей подъезжают к черному входу. Фанаты начинают скандирование. Геннадий Волгова! Дача основана в 1999 году. Он сейчас, наверное, самый любимый клуб Кишинева. Мы гордимся этим и мы будем выступать за Молдову. Ассоциируете ли вы себя с волками, которые… Конечно, конечно. Мы желтые волки, мы боремся до конца. Мы всегда будем первыми. Поддержать моряков традиционно пришли первые лица города. Прежде всего, я очень рад, что мы дожили снова до Еврокубков. Что у нас европейского уровня сегодня футбол на нашем стадионе. И я очень надеюсь и я верю в то, что Черноморец покажет хорошую игру. Стадион, который построил наш коллега Леонид Климов. Мне кажется, что отношение болельщиков, ну и атмосфера в команде. Я думаю, что эти три фактора говорят о том, что Одесса на футболе и на подъеме. Мы уже в игре, мы уже все там, мы уже на стадионе. Желаем только одного – победы. Открыть счет Одесситам удалось лишь в самом старте второго тайма. Алексей Гай красиво распечатал ворота соперника в Еврокубках спустя шесть сезонов. Первый тайм у нас, наверное, не так получился, как мы ожидали от него. Но через это мы должны были пройти все-таки. Начало Еврокубков, это какая-то была нервозность. Поэтому в первом тайме не все получалось. В перерыве тренер стал больше успокоиться. И в принципе, я думаю, что все это поняли, что в этом ничего такого нет. И я думаю, что второй тайм мы провели на уровне. Под конец поединка многие смирились с минимальным счетом и уже мыслями были в Кишиневе. Но только не Алексей Антонов, который мастерски исполнил штрафной. Мы договаривались, я попросил, что я ударю. Все ребята знали, что я пробью. Просто я Лешу попросил, чтобы он пробежал, чтобы вратарь, дезориентировать чуть-чуть вратаря. Я предупреждал ребят, чтобы около своей штрафной не трогали. Потому что, как-никак, на таком уровне, на таком уровне, такие, скажем так, простые, нелепые и невнимательные моменты караются штрафным ударом. Просто опять говорю, я все бью на то, что потеряли концентрацию и спешили отбирать мяч. Поэтому и бывали такие моменты, что не попадали по мячу, попадали случайно по ногам. И, естественно, дело оставалось засудить. Я думаю, что сегодня у нас получилась хорошая игра. Это было нелегко, но я думаю, что два гола – это хороший результат. Мы не пропустили голы, и это очень важно. И я надеюсь, что в следующий раз в Молдове мы сумеем провести такую же хорошую игру. Таким образом, одесский крокодил Гена претендует на лавры осьминога Пауля. Гена сказал бы 2-0. Ответный поединок состоится в четверг. По предварительным данным, для болельщиков будут организованы автобусы. Подробности уточняются. Черноморец!